слушать что такое соблазны чтобы понять потому что сегодня путаница с этим у людей многих и книга открытым оком том 20 проповедь Игнатия Тихоновича Лапкина соблазны Матфея 1724 когда же пришли они в Каперновом то подошли к Петру собирателя Дидрахум и сказали учитель вас не даст ли Дидрахмы даже ныне в Германии когда человек получает зарплату то с него сразу высчитывают деньги как подоходный налог только спросит какой ты относишься к вере деноминации если католик значит католическую копилку пойдет если баптист баптистам и видимо так и должно быть удобно отделять деньги на содержание храма если ты туда ходишь господь мог бы не давать денег но он задает вопрос Петру что если цари берут подати то с кого они берут со своих родных сыновей или с других подопечных но ясно же что с посторонних берут получается что сыны свободны и далее он говорит но чтобы нам не соблазнить их надо заплатить чтобы не думали о нас что мы нарушители закона обычая там не признаем над собой закон имеем какую-то выгоду чтобы соблазнить а соблазни как о сомнении рассмотрим в писании соблазняться не надо и в то же время соблазн давать не надо и что будет тому кто подает соблазн и как себе поднимать есть люди которые во всем соблазняются и на них смотреть не надо человек утопающий в грехах все видит в возвращенном виде титул 1 15 для чистых все чисто а для оскверненных и неверных и неверных нет ничего чистого но осквернены и ум их и совесть самый большой соблазн на целое тысячелетие даже и не подумаешь в ком титул 1 15 для чистых все чисто а для оскверненных и неверных нет ничего чистого но оскверненные и ум их и совесть 1 петра 1 2 7 итак он для вас верующих драгоценность а для неверующих камень который отвергли строители но который сделался главой угла камень притыкания и камень соблазна на тысячи лет слова соблазн библии будет соединена с иисусом из назарета римлянам 9 33 как написано вот полагаю все они камень приткновения и камень соблазна но всякие верующие в него не постыдится это слово встречается в библии 64 раза и все эти места надо посмотреть чтобы точно знать как соблазну относиться здесь уже я себя сейчас скажу что видите соблазн бывает двух видов то есть один соблазн который для грешников является камнем приткновения имеется ввиду сам христос написано камнем приткновения назван то есть как соблазн и другой соблазн который погубляет ближнего и вот мы сейчас это как раз таки здесь рассмотрим чем отличается 1 2 если первый соблазн нигде господь наоборот господь говорит его видеть то есть проповедовать да и этот даже слова о кресте для погибающих и родства есть то мы не должны стесняться наоборот его должны всегда создавать то есть а второй соблазн и наоборот должны всегда лишь то лишать себя ну лишать ближнего этого соблазна никогда не подавать соблазн надо разобраться какой каких случаях иудив 822 и будем соблазны про отношению тех которые владеют нами когда евреи входили в обетованную землю то молились господу чтобы не одолели их враги и они умолили бога своего чтобы он вел их в землю обетование чтобы соседние народа не стали поносить имя божие если евреи не одолеют их чтобы не сказали числа 14 16 господь не мог ввести народ себе в землю которую он склятво обещал ему а потому и погубил его в пустыне чтобы соблазна в этом не было эти слова и мы можем говорить господи защити нас сегодня по радио передают что волгоградской области деревня сгорела 60 домов и 300 человек без крова остались сколько раз я уже говорил что одна спичка в потеряевке и потеряевки не будет москва сгорала а нас бог хранит удивительно уже 15 лет хотя я не знаю более небрежных людей чем вы сеном обложились до самой крыши сено должно быть на расстоянии не меньше 100 метров от дома на задах даже наш отец одной рукой туда увозил у вас нет никакого воображения хотя бы часть вещей нужно отделить в иное место хорошо если кирпичный дом а если он не кирпичный а тем более когда рядом коровник вы же даже скотину не выгоните это для меня все это все меня соблазняет почему так безумно поступаете да удобно зимой говорите очень дорогое удобство отнесите сено хотя бы немного и вижу что бесполезно вам о том говорить иудив пришла в стан врагов и с собой взяла определенное питание свое враги же предлагают свои кушанье иудив 12 2 но иудив сказала не буду есть этого чтобы не было соблазна но пусть подают мне то что принесено со мною есть с чужого стола оскверненные идолами не буду чтобы не соблазнить немощных киржаки мы это старобрядцы такие беспоповцы раньше ходили со своей кружкой везде некоторые смеялись над ними а в этом у них есть смысл в то время среди врачи среди них врача не было и один заразно венерической болезнью мог целую деревню уничтожить попав к ним сегодня спрашивают если тебя пригласили на какой-то вечер или на новый год когда еще и рождества христова нет и положили тебе на тарелку кусок мяса то что делать отвечает протерей благочинный съешь мясо чтобы никому не подать соблазна так в том ты как раз и соблазн что сейчас пост а ты ешь то что не положено есть вот вам конкретный пример и ты какой дашь соблазн многие засомневаются что ты верующий и правильно поймут что ты истинный обманщик премудр 14 11 посему и на идолов языческих будет суд так как они среди создания божьей сделались мерзостью соблазном душ человеческих и сетью ногам неразумных у нас есть идолы или нет я вижу самой большой сетью на протяжении 16 столетий были монастыри нигде столько не погибло благовестников как в монастырях читать жития святых и ужас охватывает в одном монастыре у одного пахомия великого 11 тысяч монахов 11 тысяч это же дивизия и ни одного благовестника вот житие 15 мая в одно время тивенейском общежитии было 15 портных 7 кузнецов 4 плотника 15 красильщиков 20 дубейщиков кож 12 погонщиков верблюдов 20 садовников 15 сапожников 12 иноков приготовляющих покрывало 10 ночных стражей и 10 переписчиков иноки своим трудом приготовляли для обители все необходимое и лишь немногое им приходилось покупать городах особенно распространено было среди киновитов выделывание рогож и это не только было хорошим рукоделием для монахов но и могло усиливать денежные средства киновии а деньги необходимы были здесь деньги хранились по заповеди святого пахомия в одном месте в распоряжении эконома этот эконом и удовлетворял все братские нужды но иноки не могли иметь свои деньги между монахами было много таких которые пришли в монастырь еще в детстве со своими родителями выросшие они не имели не умели различать золото от серебра и были совершенно равнодушны к деньгам нужды братья были очень скромны нестяжательность была так велика что всякий имел только одну одежду и одно покрывало из овечьей или козьей кожи разорванную одежду свою назначенный инок должен был чинить вымывать и потом хранить в складе поношенной одежды когда кто-либо из монахов хотим вымыть свое платье он брал себе в одну из этих подчинен подчиненных одежд он брал себе одну из а вымы в свое платье возвращал эту одежду заведовавшему ею иноку в кинове было очень много переписчиков эти опытные писцы усердно переписывали те книги какие были особенно полезны монахом по указанию начальника трудились они с успехом монастырские книгохранилища увеличивались и каждый инок мог найти здесь для себя пищу духовную при всяких сношениях с миром иноки должны были соблюдать особенную осторожность во время пути они должны были повторять про себя известное им изречение священного писания и размышлять о них путешествие отправлялись всегда несколько человек вместе по крайней мере двое если на пусти встречалась женщина желавшая говорить с ними то старший инок приближался к ней и опустив глаза с великой скромностью вел не длинный разговор встречая на пути начальника или воина каждый инок сходил со своего осла и молился в стороне уступая дорогу путнику в мирских домах иноки обыкновенно не вкушали пищи в крайнем случае вкушали лишь то что было разрешено монастырским уставом чтобы мир не оказывал худого влияния на монахов через письменное сношение письма в монастыре получал начальник и если он видел что письмо заключает в себе добрые мысли то передавал его по назначению никто в монастыре не мог рассказывать того что он видел или слышал в мире если это не вело к общему назиданию что-нибудь назидательное можно было сообщать лишь с дозволения начальника вообще говорливость не поощряла среди иноков странники принимались в особом помещении для женщин было отдельное от мужчин помещение даже чужих монахов преподобный пахоми не помещал вместе со своими иноками не позволял пускать их даже в общую трапезу хотя и оказывал им все знаки братской любви и позволял им входить в церковь во время общей молитвы если только они были православные они еретики слава святого пахоми было более и более распространялась по египту это я сейчас из выдержки прочитал специально даю такую большую выдержку чтобы проникнуть суть монашества его всемирного соблазна против евангельского благовестия 10 переписчиков книг и считают что это очень много нет даже одного на тысячу постоянных читателей но что там была за литература полезная для монахов и кто же определяет эту полезность были ли кружки по изучению евангелия по подготовке благовестников а не кожевников погонщиков ослов садовников которых было больше чем переписчиков монашеских уставов благовестника ни одного и нигде на сотню тысяч монахов по всем пустыням а ведь снова благовестие наполняет собой абсолютно всю библию и встречается в ней сто семь раз из этих сто семь раз сто раз новом завете новый завет весь стоит на благовестии и как можно было сделать так что благовестие будет изучать только при чтении псалтерии сотни тысяч благовестников могло быть подготовлено в монастырях но они сгинули в монастырском гулаге вот где соблазн всем соблазном сирахова 28 26 а после извратит уста свои и в словах твоих откроет соблазн испытали вы это или нет а мне приходилось неоднократно видеть что берут книги а потом выказывают несогласие если не согласен то покажи какой том какая страница строка сверху или снизу ко мне приезжала такая душа она привела наверно сразу 50 вопросов и мы полдня просидели всех все их разрешили ни одного вопроса нет неразрешенного и эта душа присоединилась к нашу общине когда ты открываешь соблазн моих словах а ничего конкретного не говоришь то этот соблазн ты подаешь отвращаешь людей от книг которые даровали бы тебе прозрение книги даруют прозрение соблазн в том вторзаконе 13 13 что появились в нем нечестивые люди и среды тебя и соблазнили жители города и говоря пойдем мы будем служить богам иным которых вы не знали отношу это к сегодняшнему положению русской зарубежной православной церкви появились люди нечестивые говорят пойдем соединим системе которые нераскаянно живут во грехе сотрудничества с великими тиранами кто это московскую патриархию образовывал это же соблазн из соблазнов 80 лет шли одним путем зарубежные а теперь поверли повернули в другую сторону объединяться надо но под определенными условиями сейчас любыми путями хотят соединиться и со старообрядцами конечно надо соединяться ибо мы православные но надо поставить определенные условия старообрядцы должны постановить чтобы безбородок не было у новообрядцев а старообрядцам сказать чтобы евангелие читали на русском языке чтобы псалтырь в церкви и те и другие читали по-русски патриархия должна признать что никоновая реформа была разрушительной и что она она расколола россию на два лагеря как и объединяться когда разные восприятия всего этого они должны осудить происшедшие горестные события образование сталинской беревской патриархии страшного соблазна второе пропоминал 21 11 также высоты устроил лунных горах иудейских и ввел в блужение жителей иерусалима и соблазнил иудею его 34 30 чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа сегодня лицемеры на каждом шагу и соблазн как люди выбирают на свою шею тех которые грабят народ суди официально назначен оклад в месяц 53 тысячи пенсии 33 тысячи на тот год какой соблазн что в это в то время когда в такой бедности живут люди пишут недавно заработать священников осветить машину 4000 долларов полгода поработать молодой священник и покупать самую дорогую машину какой соблазн многие сегодня за полторы тысячи рублей в месяц работают оси 98 ефрем страсть после подле бога моего пророк сеть птицелова на всех путях его соблазн в доме бога его самый большой соблазн том что многие священники совершенно неверующие и чтобы им не показали в священном писании они ничего не могут ответить но поносят истину они делают так как им кажется справедливым говорит что будет крестить правильно но вот сегодня принесут ребенка крестить неверующие и ты будешь крестить но если ты же узнал что печешь хлеб с мусором то прекрати не безобразничай построить настоящую пекарню хорошие ситы поставь отложи на полгода крещения подготовь нужное и не будет соблазна в церкви соблазн окажем шагу канона нарушаются разве это не соблазн евангелию нет подобающего вместо и в действительности нигде не держит его как руководство разве это не соблазн священники не проповедуют что горше того малахия 2 8 но вы уклонились от пути сего для многих послужили соблазном в законе разрушили завет левия говорит господь своего соблазна этот не сегодня конечно посеянно но если бы поставили задачу истребить соблазн то могло бы тогда начаться возрождение время просить бога пробудить совесть ибо совесть главный индикатор чтобы не подавать соблазн если правый глаз твой соблазняет тебя вырви его и бросит себя ибо лучше для тебя чтобы погиб один из членов твоих они все тело твое было ввержено в гиену когда тебе хочется что-то взять непотребное лучше отсеки это желание соблазн матфея 13 21 но не имеют себе корни и не постоянен когда настанет скорбь или гонение за слово тотчас соблазняется соблазн гонение что-то предлагается немножко уступи вопросе благовестия ничего нельзя уступать мне предлагали большие выгоды в лагере ты только не проповедование и никому не говори о христе это говорили в тюрьме облегчение режима могут сделать по-другому рассматривать дело это пустое это все никогда и нигде не идите на подобные ступки потому что соблазн есть подтечение корня богу нашему слава вовеки поменья